Валерия Королёва 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 Контакт со зрителем, то это бессмысленно все. Это можно называть репетицией, можно называть какими-то внутренними показами. Но весь смысл театрального искусства, он в этом. Потому что, если сравнить с другими искусствами, что картину мы можем прийти в музей еще раз посмотреть, фильм мы можем еще раз поставить и посмотреть. А театр, спектакль, это секунда. Здесь и сейчас. Но это живой процесс. Это похоже на жизнь. Мы же не можем уже, как говорится, надо жить начисто, набело. Мы не можем перемотать еще две секунды, или этот день сначала начать и исправить наши ошибки. Так и спектакль. Он сыгран. И это требует, конечно, непосредственно контакта здесь и сейчас. Потому что известно факт, что 50% спектакля, это те, кто за кулисами, все цеха, и в конечном итоге актеры, а 50% это зрители. И вот из этих двух, 50% слияния, из этого контакта, и происходит это чудо, театр. А когда вышло это постановление, и все это, все театры были закрыты, конечно, ну, первое мгновение мы там растерялись, но внутренняя работа продолжалась, потому что, ну, надежда всегда теплилась. А как строится работа с учетом ограничений, да, сейчас вот? Ну, у нас, мы участвуем в общей, в общероссийской тенденции, с 50% рассадкой, с 75% рассадкой, да, в разных регионах разная ситуация. Конечно же, мы часть системы, и мы соблюдаем все нормативы, все положения, предписания, что нам как спускаются сверху, так и формируют собственным пониманием ситуации, что можно сейчас, а что нельзя. Ну, Александр Анатольевич абсолютно прав. Ощущение, что война наступила, это был этот момент. Несмотря на то, что, как бы, все санитарные нормы купили несколько этих мощных приборов и ионизаторов после каждого спектакля, то есть, соблюдается все. Но когда актеры выходят и видят эту вот рассадку непривычную, ну, как бы, ну, Тверской театр, он довольно-таки успешно шествует по границам, да, провинциального театра, то есть, у нас, ну, практически всегда аншлаги, и не только на премьерных спектакля, а вообще в течение репертуара, то есть, зритель очень театральный, он любит ходить в театр, это понятно, и когда мы выходим, мы видим, что они сидят через одного, и мы понимаем, что это, ну, это, конечно, сложно, это невероятные какие-то грустные эмоции внутри, но, с другой стороны, те люди, которые пришли, насколько у них есть эта жажда, и, мне кажется, этот контакт, он еще более яростно происходит, более, как бы, ну, в такие, ну, неожиданные встречи, и понятно, что там, да, вот, даже когда премьера, у нас сразу там три премьера, три аншлага, а здесь, получается, что надо тогда делать всем тем желающим 10 премьер, чтобы все, потому что люди тоже, они испугались, они, конечно, не ходили, когда это вот сейчас вот все приоткрылось, народ, ну, можно сказать, что прямо повалил, им хочется этого живого контакта безумно, конечно, конечно, нет, ну, это ненормально, да, что-то, я понимаю, что все правильно, Роспотребнадзор, дистанция полтора метра, все-все-все, но у людей, то есть для них это ненормально, люди хотят общаться, люди хотят обниматься, они хотят разговаривать, и театр, конечно, это такая вещь интересная. Каждый год все-таки труппа пополняется, да, так или иначе новыми лицами, Дарья, вы второй сезон, я так понимаю, что в театре, хочется спросить, вы одна из молодых актрис театра, и у вас уже довольно-таки обширный репертуар, как приняла вас тверская сцена? Ну, зритель тут, конечно, просто волшебный, даже через маски ощущается, что какая-то бешеная энергетика, люди очень любят театр, они хотят идти в театр, они хотят просвещаться, ну, и, конечно, нельзя не отметить, что у нас невероятно дружная труппа, которая мне всячески помогала в первый год моего пребывания в театре, и я счастлива, что я оказалась именно в этом месте в это время, ну, в общем, я счастлива. Вы, собственно, и попали как раз на тот сезон, да, в котором и начались ограничения. Ну, практически, да, я успела сыграть несколько премьер, и сразу, да, сразу наступили вот эти ограничения. А что на сегодняшний день хочет видеть тверскую зритель, да, на театральной сцене? Как-то поменялись предпочтения у людей за вот этот год? Как-то вот повлияло на вот их вкусы, да? Я бы не сказала, что тенденция какая-то есть в сторону определенного стиля и жанра. Наши люди избалованы хорошим театром, у нас театральный город, и я думаю, что главным приоритетом видеть качественную постановку для зрителей. А все остальное, жанр, стилистика, это дело вкуса. А наш театр готов предоставить такое разнообразие, чтобы каждый нашел свой спектакль, каждый пришел за чем-то своим. Конечно, из этого и строится, ну, репертуар, тем более, как мы говорим, главного театра области. То есть какой-то должен баланс быть и современной драматургии, и классики, и детской драматургии, и музыкальной. То есть это огромная, как бы, серьезная, ответственнейшая работа. Потому что вы сами понимаете, что, да, ну, работа это сложно назвать. Это скорее какое-то служение у актеров, у режиссеров, конечно. Нам повезло, у нас работа со служением так спрелись. Это определенные миссии, да. То есть какими качествами должен обладать актер, выйдя на сцену, и чтобы 700 человек, зрительный зал, внимали ему, слушали его, шли за ним, вместе с ним плакали, вместе с ним смеялись. То есть какая-то миссия на тех людях, которые работают в театре, как они должны к себе, как бы, ну, с высокой позиции относиться. Ну, да, это так. А сейчас пришло время прерваться на короткую рекламу. Не переключайтесь. Это программа «Тема дня». Мы продолжаем. Напомню, что в гостях у нас сегодня артисты и режиссеры Тверского драматического театра в преддверии праздника Всемирного дня театра, который будет отмечаться 27 марта. Мы продолжим наш разговор. Обычно зритель на сцене, да, видит готовый продукт, ну, то есть спектакль. Но сама, что называется, технология приготовления, рецепт обычно, он остается за кулисами. Как обычно у вас проходят репетиции? Что это за процесс такой? Ну, я могу начать, да, и Аланта, и Даша потом с твоей стороны продолжим, потому что, на самом деле, очень интересный процесс. То есть, ну, это, может быть, одна из немногих профессий, да, и актер, и режиссер театра, где вот, ну, нет такого учебника, где нет вот конкретной рецептуры, как там, да, если мы вводим юриспруденцию, есть свод законов, по которым, или математика, если, да, то ты тогда достигнешь какого-то результата. Да, да, а здесь этого нет. То есть, и каждый должен стать тем Станиславским, тем изобретателем своей собственной системы, своего собственного понимания театра. В этом и есть, как бы, ну, мне кажется, какая-то прелесть и неожиданность, и разнообразие, и форм, и подходов, понимаете. То есть, как и репетируют там каждое произведение, каждую пьесу, все равно в какой-то степени, но лично я там начинаю путь заново в этом, какая-то и прелесть есть вместе с актерами. Я говорю, что я люблю, чтобы это была энергия неисполнительства. То есть, я пришел и говорю, так, ребята, делайте вот это, вот это, вот это, и они исполняют. А, ребят, давайте вот, ну, знаю все, да, давайте вместе сочинять это пространство. То есть, сначала. Ну, вот у меня так. Да, но вообще, конечно, есть какой-то общий критерий. Это, ну, спектакль, это ребенок, и его обязательно нужно родить в любви. Это правильно, но обязательно. Это, наверное, единственное, что там можно там абсолютно всем работать. Потому что, вы сами понимаете, мы проводим колоссальное количество времени вместе. В шесть часов у нормального человека заканчивается рабочий день, он идет домой. У нас семья, да, у нас с утра репетиции, потом небольшой перерыв. И вечером с пяти и до десяти вечера, да, только начинается, как бы, наша активная жизнь. Поэтому, как бы, без любви проводить столько времени, большую часть жизни, ну, это не имеет смысла. Ну, репетиция тоже довольно-таки долгий процесс, который может затянуться. Нет, ну, репетиция – это особый процесс. И не зря у Ефроса книга так и названа «Репетиция – любовь моя». Это, 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 потому что всегда это момент поиска, момент… Конечно, все открытия совершаются на репетиции. Да. Как вот в науке, да, вот ученые работают, вдруг совершили открытие. Вот эта репетиция – это уникальный момент. Это любопытно очень всегда всем участвующим. Особенно зрителям это тоже любопытно. Есть, нет, есть такой опыт, как бы, и многие режиссеры, открытые репетиции. Вот у нас год назад, два назад была вот эта «Ночь в театре», интересный такой проект. То есть там зритель мог попадать, блуждая по разным площадкам внутри театра, да, такой своеобразный, мог входить в репетицию и как бы присутствовать на открытой репетиции спектакля. То есть это такой интерес тоже момент. А по какому принципу, вот, вопрос к режиссерам, да, вы распределяете обычно роли? Какой у вас принцип? Очень интересный вопрос. Даша, на секундочку выйдет, да. Это вообще такой вопрос, да, который интересует, в принципе, не только журналистов, но и, в принципе, обывателей. Ну, мы занимаемся чувствами, собственно, наш материал-то работы, с чем мы не с предметами, овеществленными, а чем занимается театр – анализом, воссозданием человеческих отношений. Это же нечто неосязаемое, и работая с таким неосязаемым метафизическим объектом, соответственно, и в процессе подбора тоже ощущаешь какую-то метафизику. Интуиция, чутье, близость, родство душ. Это не аморфные слова, их когда за годы практики начинаешь ощущать физически, насколько этот актер пульсирует в том персонаже, который тебе нужен. Это сложно объяснить словами, это надо уметь чувствовать. Но все равно же есть так называемый амплуа, да? Да, ну, конечно. Понимаете, тут есть такой еще момент, режиссер же вначале берет материал, и у него есть какое-то определенное видение, то есть у него создается внутри образ, решение, материал. То есть любую ту же самую пьесу, да, там возьмем, ну, не знаю, ну, горе от ума, да, это вот частки, да, вот это. Если я возьму одного актера, то это будет вообще один спектакль другого. То есть это все равно распределение диктуется тем решением всего образа спектакля, ну, который режиссер хочет. То есть, в принципе, у каждого режиссера будет свое видение же, правильно? Конечно, так поэтому тысячу раз ставится Гамлет, тысячу раз ставится Ичатский, в этом и прелесть. Есть, можно опыт любой произвести, если бывали такие случаи у Мерхольда, то есть он не делал распределение, все учили все роли. И каждый раз, ну, как колоду тасует актеров, да, и каждый раз, как новый спектакль, новое прочтение. То есть, ну, театр, он безграничен в своих поисках, мне кажется. А еще важный момент, да, музыкальное оформление спектакля. Музыка может усилить, да, или добавить какую-то ту или иную эмоцию. И, Аллана, я знаю, что вы, да, этим процессом тоже занимаетесь. Да, и Аллана Евгеньевна у нас заведует музыкальным и сочиняет как композитор сама и тексты, и музыки. С Александром Анатольевичем несколько спектаклей создали. Да, вот один из моих спектаклей, да, вот такое известное произведение «Двенадцать ульф», вот и Аллана Евгеньевна полностью сочинила и тексты, и музыку. И Карлосом, да, 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 да. Золушь поет у нас и летает. Да, ну, поскольку я музыкант, конечно, я не могу не сказать о музыке. И всегда стремилась к тому, чтобы музыка не была эпизодом, фоном для спектакля. Она, возможно, один из главных действующих лиц театра. То есть тот режиссер, который умеет пользоваться вот этим мощным инструментом национальным, только выигрывает. Спектакль действительно приобретает особый вкус, особую краску. Вот я уделяю большое внимание музыке именно в постановках. Дарья, здесь уже, наверное, все-таки вопрос к вам, да. Когда актер играет сразу несколько ролей в разных спектаклях, мы знаем, что репертуар, он разнообразен, спектакли абсолютно разные. И герои-то бывает, что полярно разные люди абсолютно. Как вам это удается перестроиться с одного на другого? Это еще Вахтангов сказал. Нужно вскрыть содержание и фантазировать форму. Это я плюс или минус мои какие-то качества, каждый герой. То есть, по сути, я являюсь главным сосудом. И дальше я просто либо прибавляю к себе, либо от себя что-то отталкиваю. Поэтому это все я, но просто я как вот меняюсь, меня становится больше или меньше. Вот, как-то так. То есть, это просто как сосуд, как вода. Вот у меня есть два сосуда, я так раз переливаю все время куда-то туда-сюда. А актеры, они же как, ну, как, да, это многие страны, они как дети. Им только нужно дать поиграть. Они в этом, ну, как бы удовольствие, кайф получают. Даже если вот возвращаясь к «Двенадцать стульям», да, вот то, что вот мы говорили про наш музыкальный спектакль, там так у меня решено, что всего двенадцать стульев, двенадцать актеров, и играет по пять, по шесть ролей разных, то есть известнейшего романа, да. Да, бывает там мгновенное переодевание, все. И я вижу там, что творится за кулисами, какое удовольствие актеров, условно, правда, как дети, получают, что они мгновенно-то вначале один, потом другой. Примеряют все это на себя. Это смысл, это есть какой-то, ну, неимоверный творческий кайф для актера, конечно, это здорово. Ну, когда, допустим, играешь в одном спектакле несколько ролей, да, это, наверное, все-таки технически сложно, да, осуществить, это переодеться. Ну, в этом и есть и школа, и ремесло, в этом и есть вся профессия, конечно. Мгновенно переключаться, мгновенно, если я не ошибаюсь, тот же наш, ваш любимый Вахтангов говорил, что таланты там мгновенные, а проникновение, попадание в истину, то есть должно все мгновенно быть. Этому и учат в институтах 4 года тоже. Иногда может помочь костюм, иногда какой-то взгляд, то есть зерно роли, оно находится абсолютно в разных вещах, и я так раз схватила и перевоплотилась, ну, это какая-то такая вещь. Самое главное, чтобы внутренний организм актера был очень чуткий, воспринчивый к этому, гибкий, мгновенно. Да, об этом и творчество, собственно. Конечно, конечно. Аллюзия как бы такая. Ну, и техника, да, которую все-таки осваивают в университете театральном. А есть ли у вас, может быть, какой-то любимый спектакль, да, как вы сказали уже, спектакль — это ребенок, которого нужно, который должен рождаться в любви. А есть ли у вас какие-то любимые спектакли, да, может быть? Да, конечно, есть. У меня из последних спектаклей в нашем театре «Свидетели обвинения». Я такого накала и напряжения давно не ощущала. Это мое личное предпочтение. Что там у Даши? Не знаю. Мне очень сложно ответить на этот вопрос, потому что сейчас будет немножко кровавая история. Ну, вот как мать рожает, да, своих детей? И вот как пальцы? Ты отрубишь один палец, что у тебя будет? Или второй? И какой у тебя будет больнее? Мне известно. Так же и с детьми. Как ты можешь, какого из детей ты любишь больше? Я не могу ответить на этот вопрос. Я люблю все свои спектакли. А может быть, какая-то вот именно для вас, да, вы на сцене не так давно. Может быть, есть для вас какая-то роль, которая вот наиболее сложнее вам далась, да? Которую пришлось подольше покопаться, может быть. Какую-то литературу, может быть, дополнительную изучить. Да, наверное, есть такая роль. И во многом, кстати, она открыла во мне какие-то такие качества, о которых я даже не подозревала. Это Золушка, конечно. Это, ну, одна из первых моих работ. Это что-то неимоверное. Я даже не знала, что я так умею, потому что в институте все-таки меня воспитывали как характерную комедийную артистку. А тут надо... Это легкое дыхание, это лирика, она такая трогательная, она ребенок. И это, конечно, было для меня совсем что-то новое. А говорят, что играть как раз положительных героев намного сложнее, чем отрицательных. Да, потому что в положительном герое сложнее найти отрицательные черты. Хочешь играть злодея, ищи добро. Хочешь играть самого доброго персонажа, ищи в нем злодея. Все равно, каждая девочка с детства, она все равно мечтает быть Золушкой сыграть или актрисой сыграть. Золушка, это, мне кажется, такая интересная удача момент. Ну, это полностью уже положительный персонаж, да? Есть персонажи, которые вроде бы и отрицательные какие-то качества, и положительные. То есть такая вот смесь. А здесь именно больше положительный персонаж. Наверное, над ним пришлось намного дольше работать. Ну, да, но все равно, и в ней есть вот это вот, как какой-то огонек, когда даже мачеха ее ругает, да? Она вроде бы, она вроде бы и ответила бы, но она воспитана по-другому. Вот здесь есть такая вот женская, как бы, манкость и червана. Человеческие естества у нее, да, она не слишком идеальна. Если говорить о моих любимых спектаклях, я, конечно, должен сказать, наверное, о своем спектакле. Я даже полностью согласен, что надо, конечно, любить все, и даже самые, наверное, ну, на мой взгляд, там, может быть, не такие сильные. Все равно мы их любим, как детей. Но я бы хотел, наверное, отметить, что вот про «Отцы и дети» по Тургеневу, потому что для меня встреча с классикой и такое открытие Тургеневу, мне кажется, Тургенев, он незаслуженно как-то, ну, мало открыт для российской сцены, потому что тот «Отцы и дети», да, мы там проходим в школе, этот роман, и все, а мы как бы вот с актерами... Учитывая, что это даже не пьеса. Конечно, да, то есть была инстинеровка, которую мы тоже в свое время переработали, и все, и сейчас, когда зрители смотрят, да, написанный там практически 200 лет назад материал, и в зале тишина гробовая от того, что как это точно все попадать в сегодняшний день. То есть какие-то вещи, ну, даже мы не планировали, как это в них попадает, они потом, многие нам говорят, что вот мы приходим домой, нет, мы такого не могли, этого такого нету, надо взять роман, перечитать, мы там в школе такого, а мы как бы очень бережно к классике относимся. И есть там все это, просто надо внимательно читать, и вот мне этот спектакль, и то, что делал там Тарас Кузьминов в Базарове, мне кажется, это очень такая серьезная, настоящая, актерская, мощная именно русского актера работа, то есть это здорово. «Отцы и дети» — это довольно-таки сложное произведение, да, и... И сама тема. И сама тема, и в принципе, даже поставить его берется не каждый театр. Да, 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 ну, мне важно, что очень был серьезный у нас такой разбор, и сейчас вот 29-го числа будет какая-то большая тоже онлайн-конференция московской, в которой мы тоже будем принимать участие именно по творчеству Тургенева. А в чем вообще сложности были, да, поставить именно вот эту вот постановку, потому что я говорю, опять же, повторюсь, что она довольно-таки редкая? Почему вот решили именно вот этим, да, пополнить репертуар театра? Ну, во-первых, ну, репертуар должен, об этом мы сейчас много говорили, да, он должен быть очень разнообразным, и основа — это, конечно, это наша русская настоящая классика, настоящие авторы. И Тургенев, и Островский, и Чехов, и Толстой, и Горький, ну, это как бы, это основа. Конечно, театр должен развиваться, он должен расти, но это, знаете, как можно сравнить с каким-то растением. Оно растет, оно видоизменяется, ветка направо, налево, но есть корни. Если как бы растение оторвать от корней, то оно, к сожалению, гибнет, понимаете? И здесь эта тема отцов и детей, она же какая-то такая универсальная, многовековая, и разбирает материал, мы очень много и для себя открытия совершили. А что бы вы еще хотели, да, видеть на сцене у театра вашего? Может быть, какое-то произведение классическое? Ну, я могу два слова сказать, потом и Аланта, там дальше, да, потому что, как бы, ну, вот, то, что я могу опять про себя говорить, и Аланта, да, про свою, вот, может, работу очередную скажет. У меня вот сейчас началась работа репетиционная, уже об этом можно говорить, где-то в конце мая, в последних числах будет уже, скорее всего, премьера. Это Вишневый сад Чехова. Буквально два слова могу сказать, что, да, за все годы, с 74-го года Вера Андреевна руководит театром, и это название, эта пьеса, она была своеобразной визитной карточкой. Она его здесь, в Твери, делала четыре раза, то есть было четыре разных редакции с разными актерами, четыре, как бы, прочтения этой великой, одной из величайших пьес мировой драматургии, и она все эти годы была своеобразной визитной карточкой. И мне безумно захотелось, я это озвучил Светлану Валентиновне, нашему директору, еще года полтора-два назад, что я бы хотел не возобновить, не сделать какую-то другую редакцию, а именно сделать свое прочтение, но чтобы это название, этот спектакль продолжал жить своеобразным лейтмотивом, ну, как бы, в творчестве именно Тверского академического театра драмы. То есть я предложил свое распределение ролей, и работа сейчас началась, и, не знаю, мне кажется, это будет очень такой интересный опять, потому что я говорю, надо развиваться дальше, идти стремиться искать новые, совершать открытия, но про какие-то корни, про какую-то преемственность, в хорошем смысле слова, именно творческую, творческих каких-то традиций, нельзя ни в коем случае забывать, надо это брать, впитывать в себя и идти дальше развиваться. 27 марта у нас Всемирный день театра, собственно, это и стало поводом для нашей встречи, знаете, вот 2020 год, да, ушедший, был непростым, как я уже сказала, в начале программы, и по всей стране появилась такая практика, как онлайн-спектакли. Многие театры, да, транслировали на сайте, на своих каналах, в социальных сетях постановки. Как вы относитесь, да, к такому, к таким спектаклям? Я могу начать, да, ну, то есть, ну, как бы, театр не застрахован, да, и должен, как бы, да, искать новые формы общения, но мне кажется, что это нельзя назвать театром. Мы с этого начали, наш разговор, театр — это, в первую очередь, непосредственный контакт. Не важно, два человека, три человека, это зал на 700 мест, или это малая сцена, где 50 человек, и мы играем буквально через полметра от зрителя, но это для меня лично, может, там, кто-то по-другому скажет, но для меня это лично непосредственный контакт, когда между актером и зрителем ничего нету. Ну, то есть, никакого там экрана, как в кино, да, все это. А онлайн — это, да, это определенная форма общения, но для меня это, ну, не театр. Да. В каких-то пропагандистских целях это может быть использовано как ход, но заменить — это все будет суррогатом. Настоящее оно вот здесь и сейчас. — Это энергия контакта, которая, как бы, возникает. — Ну, говорят, что, да, когда идет спектакль, вот, каждый день он все равно будет выглядеть по-новому, да? Каждый раз, который будет по-новому. — Конечно. Ну, во-первых, мы меняемся, меняется зритель, извините, меняется контекст вообще исторический, и в стране, и в городе, и все меняется, и из-за этого. Я же говорю, что спектакль происходит из слияния 50% нас, 50% их, и мы меняемся, и это каждый раз, это уникально. Даже если вы сыграете спектакль, и сразу же, мгновенно, через 10 секунд повторите его, он будет совершенно разным. Невозможно. В этом прелесть есть, это здорово. Дарья, а как вы относитесь, да, к онлайн-постановкам? Как актриса? — Участвовали ли вы? — Нет, кстати, я не участвовала. Я могу сказать, что на пандемии мы записывали стихи, это как бы не совсем спектакль, но все равно это такое, как бы, общение через интернет с нашим зрителем. К такому формату я отношусь положительно. А спектакль все-таки это обмен энергиями. Вот я прихожу сегодня вот такая, в таком настроении, мой партнер в другом. Именно этот зритель, Маша, Петя, Вася, и вот это все, такой симбиоз, рождается что-то, ну, то, что нельзя повторить. Здесь и сейчас, завтра будет что-то новое. Я просто соглашусь. — Все правильно. Нет, так зритель, он для этого идет в театр. Зритель есть, который идет в кинотеатр, там другое, как бы, ну, он восприятие ощущает. А здесь он именно за этим идет, чтобы ощутить именно ту, даже, правильно сказать, энергию, которая здесь сейчас рождается и на него влияет. Он это испытывает, да? — В каждом театре есть свои традиции, да, свои какие-то, может быть, легенда, да, в каком-нибудь найдется свое привидение, скажем так. Какие традиции существуют в нашем театре? При откройте, может быть, немножечко, да, за кулиси. — Вы знаете, я могу начать, просто мы так вскользь сказали про 27 марта, да, буквально, вот, как раз, мне кажется, это и будет своеобразным ответом на ваш вопрос. 27 марта, Международный день театра, это уникальный праздник. Он один и объединяет весь мир, потому что даже Новый год, как оказывается, китайцы там по-своему, кто-то старый Новый год, кто-то это, а международный, да, то есть для нас, для работников культуры и театра, это главный праздник, наверное, в жизни, ну, лично для меня, потому что я его безумно люблю, он только какую-то радость вызывает, тем более он весной, все, и в этот раз, да, об этом надо обязательно сказать, хотя, к сожалению, да, все билеты уже проданы, 27-го числа, как раз на сцене нашего академического театра будет уникальное событие, такой своеобразный проект, пока, говорят, что один раз, но уже ходит разговор, что, может быть, да, если зрителю это понравится, да, потому что билеты были разметены сразу, 50%, потом, когда объявили, что 75, 150 билетов выкинули, их мгновенно, в первые там 5 минут разобрали, да, что уникальное событие тем, что в 21-м году много дат интересных, 275 лет, это зарождение всего театрального искусства, да, то есть на Тверской губернии, 100 лет назад был подписан указ о создании городского театра номер 1 РСФСР, то есть, в принципе, столетие театра, 90 лет, как в Калининском, драматическом театре появилась постоянная профессиональная труппа, то есть профессионально стало, все сформировано, да, под руководством Брянского и Маргаритова, а 70 лет назад в войну был театр разрушен, вот это здание, которое сейчас стоит, а вот ему в 21-м году 70 лет, и 60 лет более на сцене народная артистка Хонина, и вот эти вот даты, и наша программа так и называется «Из века в век», то есть мы сейчас находимся на рубеже веков, то есть прошел определенный век, и начинается новый век, да, вот, и на сцене появится вся труппа, и будет рассказано и про историю театрова за все эти 100 лет, и 200 лет, и как раз вот про те самые традиции, всякие интересные события, все это там будет рассказано, это будет все довольно-таки очень интересно, вот мы этим занимаемся и Аланта, и я, руководит всей режиссерской нашей группой, сценарий пишет и за все отвечает, это Тарас Кузьмин, наш известный актер, и мы все вместе, я вам хочу сказать, что это очень сложно, знаете почему, потому что огромный объем информации, хочется все это сместить, вместить в один, там, двухчасовой концерт, и это так сложно, не то, чтобы там кого-то не обидеть, а просто столько интересного, мы сами открываем, и истории, и спектакли, и постановки, это будет невероятно, что-то интересно. Итак, наши телезрители тоже хотят услышать о традициях здесь и сейчас, может быть, расскажете, какие-нибудь приметы? Ну, приметы, ну, я не знаю, это мне кажется, надо здороваться с театром, самим занятым, когда приходишь, здравствуй, дорогой. Я там, например, ну, когда там выхожу в качестве актера, выходил, я обязательно, ну, я сейчас православный, я обязательно крещусь, то есть для меня это какой-то внутренний акт таинственный, я знаю там, да, если актер, не дай бог, у него пойдет роль, то он должен мгновенно сесть на нее и взять с собой ее сразу. Там Наина Владимировна любит рассказывать такую историю из вот тех времен, да, которые она застала, но мы не помним, что молодая актриса, придя в театр, должна была в темноте, когда никого нету, она часто рассказывает, подойти на сцену, на край сцены, взять пятак. Пятак. Пятак, вот раньше, да, такой медный пятак, гвоздь, молоток у монтировщиков, только чтобы никто это не видел, и вбить этот пятак на край сцены. Тогда у этой актрисы, о, у Даши глаза загорелись, тогда у этой актрисы в этом театре сложится все, она будет много играть, вот такая, мне кажется, интересная. И я вам хочу сказать, что это не легенда. Это так и было. Про гвозди я тоже что-то знаю. Если найдешь гвоздик, это значит, что будет у тебя скоро новая. А если еще каких-то таких, ну, традиций, говорит, вот у нас несколько лет назад была смена планшета, смена покрытия, да, театрального, и сцену разбирали, и все, и я не удержался. Я вот такой кусок доски, на которой я впервые в 1993 году вышел на сцену, я себе взял его домой, не смог. У меня теперь дома, у меня лаком покрыло. А у нас звоночек есть от зрителя, и алло, здравствуйте. Здравствуйте, ну, у меня вопрос скорее к режиссерскому составу. У нас сейчас в последнее время принята, да, такая не очень, может быть, хорошая практика, цензуировать различные спектакли, постановки, то есть использовать цензуру, что-то запрещать, что-то как-то не допускать и так далее. Ну, самый свежий пример такой, самый, наверное, яркий за последние годы, это постановка «Тангейзер». Вот вопрос в этой связи. Как вы относитесь вообще к цензуре в вашем искусстве, в театральном искусстве? Нужна ли она? Если да, то в чем? Когда какие-то постановки можно ограничивать, запрещать, когда этого делать не следует? Спасибо. Спасибо за звоночек. Ну, я могу начать, да, Илана-то продолжит. Смотрите, ну, для меня цензура – это только такая одна, это нравственная позиция. То есть тот смысл, как мой учитель Вера Андреевна Ефремова всегда говорил, когда там делал первые шаги. И, Саша, все понятно, все это интересно, все самое главное, что мы будем бросать в зал? Вот ту идею, тот смысл, что? С чем зрители уйдут? То есть для меня какая-то внутренняя цензура. Интересно, молодой человек, он, ну, бывает в Тверском драмтеатре, у нас, ну, разные есть, и довольно-таки смелые, и вот, ну, больше малая сцена, да, она такая экспериментальная. Там у нас есть спектакль «Лайк-лайк», он какой-то третий год живет, это место действия в Фейсбук. Я режиссер, да, Саша Денисова написал пьесу, и она нигде не шла. То есть мы, получилось, так сложились обстоятельства, что мы первые поставили в России. И там довольно-таки остро пользователи Фейсбук, как и сейчас это есть в ленте, да, в комментариях обсуждают те насущные проблемы, которым живет и наша страна, и вообще весь мир, и там никакой цензуры со стороны руководства театра области и не было. Я говорю, для меня одна цензура – это нравственная, нравственная позиция отношения к материалу, к происходящему на сцене. Я, Анна, о вашем деле. У театра есть определенная миссия, моральная миссия, и цензура, собственно, нужна в качестве просто ориентира, не для того, чтобы быть наказанием или мерилом чего-либо, она для того, чтобы не сбивать с курса глобально вообще театральную идею, вот эту сверхзадачу. Театр создан, чтобы учить, воспитывать, поднимать, возвышать. Поэтому в собственной цензуре я не вижу ничего плохого. Она только развивает чувство меры, наверное, чувство такты. Если она отсутствует у режиссера от природы, то пусть будет цензура. – Труд артистов редко бывает незамеченным. И сегодня ваши коллеги получают награды. – Да, мы очень радуемся за это. И дело в том, что их там много. То есть не один человек, а целая наша команда. – Да, вот буквально сейчас, с минуты на минуту, как раз в Тверском драмтеатре вручение этих губернаторских премий. И вот Сергей Бескокотов, наш артист, который четвертый, третий уже год, получается, да, тоже бросил Москву, бросил театр Сатиры, сказал, я хочу работать в Тверском драмтеатре. Приехал, играю здесь, большие главные роли. Вот за роль Жадова в спектакле «Доходное место» он получает губернаторскую премию в номинации «Актерская работа». А Александр Сафронов за спектакль, а Василий Теркин в номинации «Режиссерская работа». И актерский коллектив Ирина Погодина, Геннадий Бабинов и Константин Василенко за Теркина тоже получают премию. А художник, постановщик театра Николай Юдин, художник по костюмам, как раз получает за премию губернатора, за спектакль, вот и Алланта Мельникова «Золушка». То есть такая большая команда, наш театр представляет. Мы, конечно, безумно за них рады, и это здорово. Значит, театр как бы востребован и в области, и в стране. Вы сказали, что упомянули, да, сказали фразу, что молодой артист не так давно. По какому принципу, да, вот вы выбираете коллег в труппу? Это же все равно у вас какие-то, наверное, критерии есть? Ну, критерии есть, конечно. Ну, во-первых, есть и такой, как бы, технический, юридический критерий. Это должно быть все-таки высшее специальное актерское образование, диплом института. То есть это все-таки Тверской академический театр, и диплом как бы, ну, среднего образовательного учреждения, он не очень, да, котируется. Потом, конечно, обязательно, вот и Даша была, и Сергей, обязательно прослушивание как-то вот перед какой-то, перед там, ну, так называемым условным ходсоветом, и все, да. То есть мы должны познакомиться с человеком, и даже дело не в его актерских, профессиональных качествах, потому что если к нам приходят люди после института, понятно, что они уже владеют определенными навыками, да, профессиональными, и вокальными, и танцевальными, и речевыми, и все это. Это вообще-то даже не обсуждается. А именно понять суть человека, природу, чтобы мы были с ним, как говорится, в Наугле, да, одной группы крови. Ведь театры разные. Говорили на одном языке, да. Да, и театры разные, и постки разные, и у нас такой Тверской академический театр драмы, и мы этим дорожим, и мы его любим, и чтобы актеры тоже понимали и знали, куда они идут, что вот какой-то вот акт, хотите, акт такой творческой любви, взаимопонимания происходило, искора какая-то, да. А у нас есть еще один звонок, здравствуйте. Здравствуйте, Александр Анатольевич беспокоит вас. Я тоже, Александр Анатольевич. Вижу, что театр восстанавливается, без масок сидите, да, это радует, вот. У меня такой вопрос, значит, наша русская классическая литература перегружена всякими драмами, переживаниями и прочими вещами, потому и называется театр драмы. Будете разбавлять репертуар какими-то более легкими вещами? Да, ну, во-первых, мы сидим без масок, да, мы все принесли справки, у нас у всех антитела присутствуют, так что мы довольно-таки в безопасной среде. А что касается театра драмы, это просто, ну, это такое как бы название, Тверской академический театр драмы. У нас очень сбалансированный репертуар и очень-очень много, даже иногда бывает перевес в сторону комедии, в которой мы тоже сразу эти весы своеобразно возвращаем, потому что, ну, не хочется... Академический театр. Да, нет, и не хочется скатываться в какую-то развлекательную сторону, комедий очень много, ну, сейчас я как бы, ну, не могу, и всегда было, и Островский, и вот, и Ильф Петров, и, ну, ну, много комедий. То есть я из-за этим очень чутко следит руководство театра, чтобы вот он был правильно сбалансирован, репертуар. Да, и все-таки, опять же, повторюсь, что надо учитывать, что это все-таки академический театр. Это, конечно. Хотя при этом, при всем, даже на малой сцене, она очень открыта к разного рода экспериментам, интересным поискам. В конце программы хочу такой вопрос задать. Какая, на Ваш взгляд, главная награда для режиссера и для актера, соответственно? Признание зрительное. Долгожительство спектакля. Да. Это, конечно, то, что мы, так, это очень острые болезни вот сейчас с этой пандемией, с одной стороны, со второй испытали, это, конечно, встреча со зрителем. Это главная награда, потому что убери у нас это, нам ничего не надо. Нам не нужны никакие ни премии, ни золотые маски, ни серебряные маски. То есть это самая главная награда. Встреча со зрителем, любовь его. Обмен энергии. Ожидание его. Даже когда у нас нет этой встречи, да, вот была пандемия, и мы чувствуем, как он нас ждет. И эта любовь, это главная награда для нас. А для актера все-таки, помимо признания, может быть, еще какая-то вот, да, может быть, внутренне как-то вот чего-то хочется, да? Востребованность, да. Востребованность, особенно молодой артистке, хочется много играть. Опять же, говоря про энергии, у меня много энергии, я хочу ее отдать, хочу забрать у зрителя. В общем, востребованность, да. И немного, пару слов, да, о планах на предыдущий сезон. Есть уже какие-то планы? Будущие. Будущие, последующие. Ну, я вот, как бы, я сказал, что вот у меня сейчас уже вот началась активная работа над Вишневым садом. Это очень сложный, очень интересный, очень объемный материал. Я полностью, ну вот мы сейчас закончим заниматься концертом, выйдем к зрителям 27-го. Ну, после этого я лично полностью погружаюсь вместе с актерами в Вишневый сад, в Чехово, и там ищем и совершаем открытие. Да. Диоланта. У меня буквально через месяц тоже должна состояться премьера экспериментального такого спектакля, образец пластической драматургии. Как при помощи такого средства выразительности, как актерская пластика, актерская эмоция, исключительно без слов, можно рассказать о своих чувствах зрителю. Ну, посмотрим, что получится. Это, я подозреваю, что сложная работа. Сложная, но и настолько же интересно, насколько сложно представить себя в новом стиле, новые грани. Это и актерам, прежде всего. Театр должен развиваться и рисковать, и совершать открытие. А если мы не рискуем, мы никогда не совершим открытие. А наша программа подошла к концу. Напомню, что в преддверии Всемирного дня театра у нас в гостях были артисты, режиссеры Тверского драматического театра. Это Александр Павлишин, актер и режиссер. Режиссер Иоланта Мельникова. Валерия, да. И актриса Дарья Асташевская. А мне разрешите от Тверского академического театра драма, да, в преддверии Международного дня театра, вот вам подарить такие эксклюзивные подарки, да, сувенирщики с логотипом от театра. Это и кружка, термокружка, да, с логотипом театра там внутри. И такая своеобразная льняная сумочка от нашего театра с любовью. С Днем театра. Спасибо. Ура, ура. Мы поздравляем всех артистов, всех режиссеров и, соответственно, зрителей театров с Всемирным Днем театра. Всего доброго. Меня зовут Валерия Королева. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»